Всем привет! Это «Красно-белый подкаст». И сегодня с вами у микрофонов Артём Мочилов. Евгений Туркулец. И у нас сегодня болельщик «Спартака» в студии. Привет, Артём! Привет, ребята! Привет! Здорово! Ну что, сейчас мы обсудим текущие новости московского «Спартака». Что происходит у нас в межсезонье, что происходит с трансферами. Да, сразу хочу сделать важное замечание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии. Мы всё читаем, всё смотрим, всем отвечаем. И ещё заходите в Телеграм-канал. Все самые горячие новости, наша, собственно, аналитика. Всё там есть. Гоу! Красно-белый, красно-белый, красно-белый нас всегда. То, о чём мы говорили, случилось, рассказов от нас ушёл. Это очень здорово, мне кажется. Ты думаешь? Ну, а чё нет? Послушай, мы избавились от... Знаешь как? Есть такой термин. Плохой актив, токсичный. А почему он токсичный? Ну, потому что в матче с Лигой не надо было так себя вести. Мне кажется. Ты всё, ты задаил чёрную злобу просто на него. Я знаешь как, я долгое время ждал, когда всё-таки это случится, и вроде бы это произошло. Не, я на самом деле, мы много раз это обсуждали, я желаю этому игроку успехов в Самаре. Реально. Пускай он там рвёт меч, что он к самому же голевой пас уже отдал на какой-то там товарке. Ну, это отлично. Это, скорее всего, да. На самом деле, пойдёт всем на благо. И ему, и Спартаку. Как бы, тем более, что если он не играет, шансов нету попасть в стартовый состав, то, конечно же, просиживать тоже. Он, в принципе, молодой парень, и обидно, мне кажется, в таком возрасте просиживать на лавке. Поэтому, конечно, лучше пусть поиграет где-то ещё. Может быть, выстрелит в другом месте и попадёт ещё в какой-то там великий клуб. Не знаю. Ты только не подумай, что я хейтер. Просто, как бы, он... Может быть, это просто не его команда. Я про Спартак. Ну, может быть, просто не клеится у него. Химии. Ну, да. Хотя, знаешь, начинал-то он за здравие. Ну, начинал за здравие. С самого начала прям было много-много надежд. Он же ещё начинал лет пять назад. Ну, по сути, ребята, многих же подтягивали с молодёжки, да, и с которыми пытались как-то их... Возились. Да, возились с ними, давали шансы. На самом деле же много. Вы вспомните Гулиева, да? Ну, тоже. Вот он тоже надежды подавал. Фидун, там, какую-то даже была фотография, где он там что-то обнимает. Но он воспитанник. Да, он воспитанник. С детства. Как рыбака, в принципе. Но до какого-то уровня он остановился, мне кажется, я про Гулиева, да, и вот дальше уже, ну, не идёт. А команда стартанула вперёд в Лигу чемпионов, пошли интересные матчи. Вот, ну, не тянет он. Ну, да. Гулиев-то и показал дальше, что он не уровень. Ну, шлёпал там кому-то, да, на дороге. Ну, говорят, там он и в Химках уже кому-то успел нашлёпать. Не знаю, насколько его... Они вроде нам опровергли всё. Опровергли, да? Ну, не будем, короче, это разводить. Не всё было, как там расписали. У нас, да, у нас, знаешь, кто-то один скажет, потом на это эхо накроет просто с головой тебя. Ну, да, обычно так. Ну, чё, а из хороших новостей Мозус вернулся на сборы. Живой, здоровый, целый. Мне кажется, это вообще наша надежда. Он такой чувак, вот он реально может потащить на более высокие места, я про это думаю. Чё скажешь? Всё равно в команде должен быть более, чем одного человека, который может потащить, да. Вот, например, возьми там даже того же Промеса, который я раньше тащил, сейчас в целом тащит. Но человек тоже может устать тащить один постоянно. Поэтому если есть подкрепление, да, на другой бровке, где-то в защите и так далее, где там, например, как был Жиго, да, как бы, ну, прям стержень. Парень, который и забить мог, и, в принципе, в вороне играл надёжно довольно-таки. Поэтому как бы должны... На поле должно находиться больше, чем одного человека, который даёт такую уверенность, который тянет тащить команду. Скажи, Жиго, потеря, да? Ну, наверное, не потеря. На самом деле, я так, как я наслышан, он отчасти уехал домой, потому что там по семейным каким-то обстоятельствам и так далее. Можно сказать, что это потеря для Спартака, но так как парень крайне вообще прекрасный человек, на самом деле, чистой души, как бы я рад за него, что он обрёл, наверное, то, что, может быть, чему стремился, как бы, если речь там о детях, если я не ошибаюсь, было то, что... Сын у него. Да, что-то вот с ребёнком было связано, ну, как бы, ну, пускай, дай бог ему здоровья и удачи в его карьере, как бы, ради бога. То есть, по крайней мере, здесь он отсюда ушёл с высокоподнятой головой, поэтому, ну, нельзя сказать прямо, что потеря, знаешь, это, может быть, если были другие какие-нибудь глупые обстоятельства, тогда, может быть, потеря, а это, ну, стечение обстоятельств, наверное. Но, с другой стороны, надо бы замену найти ему. Вот если эти ребята, которые приехали, новые... Товарищ... Ну, Дуарта, как раз, я так понимаю, центральный. То есть, он должен, по идее... Вот посмотрим, насколько они являются заменой. Не получилось как бы полноценно Жиго заменить, а вот эти посмотрим. Ну, вот Дуарта уже вышел в товарки. Ну, я, если честно, я так посмотрел с Комкана, на самом деле, потом обзор глянул. Писали, что он, типа, цепляется за мяч там в таком ключе. Знаешь, я смотрел в полглаза эту товарку. Хорошо, что она утром была, иначе бы уснула просто. Ну, понятно. Вот там настолько круто было все. Ну, это в футболке, да. Вернитесь, год назад, 2, 3, 4, 5, 10 лет назад всегда начинаются как идут, начинаются товарники. Ой, что-то они не бегут, что-то они... Ну, они и существуют, товарники, чтобы там только разгоняться. Это дело, тренировка. Да, это тренировка. Времена Романцева вообще же никакие товарищеские игры вообще даже не показывали. Почему? Потому что это закрыто... Подожди, там были вообще какие-то уникальные товарищеские игры. В мини-футбол играла команда, какие-то коммерческие турниры в межсезонье. Ну, это да, но просто, понимаешь, как сам тренер, он говорит, что вообще на это не смотрите. Это, в принципе, наши, типа, да, ребята под нагрузками находятся, ноги тяжелые наверняка, да. Ну, смотри, Зенит вообще выбрал тактику, например, что он берет каких-то там второсортных соперников, которые вообще не соперники, и огружает им там девятку, девять штук, еще сколько-то там, прям целая куча. Видимо, так, значит, дух победителя ковать не значит. Да, я не знаю, давай не будем извиняться. Да, мы очень много это слово произносим. Да, что-то хватит уже. Максим Каррера вот на днях что сказал? Что Спартак самый популярный клуб в России, а Зенит, ну, или Бомжи, да, они самый популярный клуб в Санкт-Петербурге. Все, вот четко, емко, лаконично. Да, и то я видел КБ из Питера, пишут, подожди, подожди. Да, 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 да. Подожди, подожди. Не, ну, Питер, Питер, местный город. Я вот из своих воспоминаний, куда ты не приедешь, где-то вообще чуть ли не кортеж тебя сопровождают. Даже в Питере, там, в других городах, прямо от аэропорта автобус, как ты 5-6-7 машин просто вот так вот стрелой, подъезжаешь к гостинице, коридор тоже из фаеров, у гостиницы хрен протолкнешься, просто к входу. Ну, толпа стоит как-то. Ну, теперь, знаешь, когда у них большой стадион. Это раньше была проблема, когда на Петровском играли. Там билеты было не достать. Ой, ну, слушай, блин, большой-большой стадион. Я там был, где, ну, на автобусе ты заезжаешь под землей, грубо говоря, там даже два автобуса не развернутся нормально. Почему? Ну, я не знаю, вот как мы проезжали. Ну, где мы проезжали, да. То есть, там пришлось где-то как-то тесниться, чтобы разъехаться. Мы были на сборах, если не ошибаюсь, Дубая или Абудаби. Там был какой-то стадион, которому, не знаю, лет 30. Там было два футбольных поля на парковке под стадионом. Ахренеть, прикольно. А мы, я помню, вот что-то теснились, никак не могли разъехаться, потому что мы то ли заезжали, их автобус выезжал или какой-то там еще автобус выезжал. И что-то это как-то было муторно довольно-таки. Ну, и на самом деле, не знаю, стадион тоже там уже у них вроде крыша закрывается, а что-то мы тогда приехали играть. У нас вся лавка мокрая, все оттуда сверху течет. Ну, не знаю, если честно. Открытие или Краснодар-арена куда привлекать? В разы, да? В Краснодаре это вообще, мне кажется, открытие я люблю, потому что много чего там пережили на этом стадионе. Но в целом надо отдать должное, стадион в Краснодаре просто шикарный. Ну, Колизей говорит. Там даже плитка в туалетах в раздевалках классная. То есть, прям вплоть до такой мелочи. Ну, потому что строили для людей. Да, да. И вот когда вот это еще, когда забиваешь голову, у них на заднем фоне вся эта анимация. Да, очень-очень круто, что за этот экран. А про «Зенит», знаешь, я хотел одну ремарку вставить про его стадион. Там и так потратили 40 миллиардов. Должны были, они на чем-то сэкономить хотели. Ну, может быть. Не, может быть, я не все это помещение подземное видел. Просто где-то случилось вот это вот притеснение между двумя автобусами. Но на самом деле мне показалось, что, блин, неужели нельзя было сделать нормальный разъезд. Конечно, потом заезжает Миллер, перед ним открывается. Не, ну, там, мне кажется, он даже, наверное, вниз не заезжает. Там вообще, наверное, на вертолетике раз, чик. Да-да, его. Едем дальше. Что, Абаскаль сказал, трансфера больше не будет? Наверное, оно и... Ну, наверное, оно и да. Сейчас проблема не потерять кого-то. Вот так вот. Нет, слушай, я так понимаю, что все, кого хотели, всех переподписали. Ну, вот Жигу ушел. Кстати, смотрел недавно фильм документальный, который снял про него клуб. Он так и называется, типа «Гладиатор», по-моему. Да, я тоже смотрел. Хорошие, реально хорошие съемки прикольные. Вот то, о чем сейчас говорили, чувак ушел с достоинством. Он выиграл кубок, сказал всем пока. Я вас честно предупреждал, там семейная история, там сын у него, он хочет с ним больше видеться. Он отдал, по-моему, все. Мне нравятся, в последние годы в «Спартаке» наконец-то научились нормально прощаться с людьми. Вот. Вот потому что... Ну, вот еще буквально недавно прощались совсем по-другому. Ну, как, знаешь как, власть в Малиновке сменилась, и все по-другому. Да нет, но это уже... Ну, подожди, та же власть с Тедеско нормально поворачивалась. Вообще, да, вот это я согласен. И с Ваноли тоже хорошо попрощались. То есть, так, знаешь, уже что-то... Ну, с Ваноли-то, по сути, попрощались при праздновании кубка. Как бы оно... Не делали какой-то другой вечеринки в этом плане. А вот, например, с этим... Ну да, с Тедеско... С Тедеско попрощались как бы прям нормально. Ну, по сути, только Карер поставили фотографию стадиона. По большому счету. Ну, и Руй Виториев тоже, по-моему, если я не ошибаюсь, он так себе ушел. Слушай, ну, Коннова-то вообще нахрен послали. Ну, слушай. Ну, слушай, я сам был на Садене, когда это просто вот эти все кричалки. Когда висели пиджаки эти, да? Нет, понимаешь, когда ты слышишь весь стадион, пошел. Нахуй, Коннова-то вообще масштабно так причем. Ну, там действительно просто никто уже не хотел, и никто не воспринимал, видимо, его ни подход, ни личность, ни вообще все, что он мог донести, нести сам с собой. Ну, он, откровенно скажу, он невнятный какой-то был. Ну, знаешь, ну, не пошло у него. Нет, я крайне как бы обомлел немножко, когда вот был какой-то ролик, крутился в инсте, что ли, где он рассказывает про... Ну, вызвали тебя на ковер. Ну, и ладно. Типа того. Вот это вообще, не знаю, какая-то лекция, что ли, была или что-то подобное. И как бы, ну, там он такую ересь несет просто абсолютно, блядь, как бы из серии, ну, не получается, вынь для тебя, ну, ничего, завтра станешь новый день, как бы, иди вперед. Ну, есть слово одно, которое вот нужно, не хочется говорить. Ладно, проехали. Ну, не говори, да, он вырежет нужно. Да терпила, блядь, вот я про что. Ну, просто он вот так же, он попал вообще не в свою колею. В него время. Он попал вообще не в свою колею. Ну, не пошла химия, нафиг вы потащили его. Нет, ты понимаешь, что там кто бы не пришел, ни у кого бы не пошло. То есть, надо было быть волшебником, чтобы у тебя пошло после карреры. Ну, Рианча не будем считать, потому что это была просто прохватка временная. Спартак Ботев. 1-0, победа. Ну, единственное, что отметить, гол Милешина, да? Да. Ну, да, там еще перекладина трясет. Красивый, да. Шлепнул. Я, кстати, тут недавно... У него, получается, два гола в официальных играх. Он в кубке забил Самаре. А тогда мы 1-0 выиграли. И в кубке забил Факелу. И вот этот гол, как бы, он, ну, типа... Короче, он постепенно... Ну, пульпызет. Красавец, ну что? Папка, наверное, радуется его. Хотя потом я почитал этот старший и сказал, что, типа, не, он и сыграл ниже, чем своих возможностей. Ну, слушай, это же тренировка, 45 минут. Типа, да, батя все равно остался недоволен. Они же наверняка еще под нагрузками, наверное, играют. Скорее всего, да. Ну, само собой. Это вообще же второй творняк же был. Это был... Первый был узбекий. Кстати, чудо шли. Сейчас только второй сбор, потом третий. Там сбор какая-нибудь еще неделька будет, наверное. Сейчас второй сбор будет вообще турнир. Кубок РПЛ он называется. Кстати, да, тоже там. Зимний Кубок РПЛ. Сочи, Ростов и Краснодар. Да, и мы начинаем второго с Ростова. С Ростовом. Валера, короче, да? Да-да-да, сразу прям. У Краснодара, кстати, но тоже какой-то, да, пришел новый серб какой-то. Ивич, да. Ну, а Сочи, понятное дело, Курбан. Курбан. Ну, прям все, смотри, как поменялось, как интересно. А еще и Курбан будет с Ростовом играть, между прочим. У них там тоже свои терки какие-то. Мне кажется, в Сочи сейчас автобусом будет, да? Он же любит это дело. Да-да-да. Главное, чтобы разъехались эти автобусы. Разъехались. По сути, да, как бы тренер-тренер, но автобус всегда там, да, постоянно стоял. Я тоже помню. Ну, у Бердейва есть свой стиль, чувак. В принципе, он ему приносит успех. Скажу больше, он успешный. Они Барселону вон натянули. Как бы то ни было, реально обыграли же, обыграли. В принципе, в Сочи оно как раз и может сыграть сейчас. Ну, что, мы этот кубок возьмем или нет? А надо? Нас не надо. Плохая примета, да? Как возьмем, это сразу. Ничего не надо. Надо достойно сыграть. Задача в этом кубке. Ну, не поломаться, мне кажется, вообще как задача любого сбора. Да нет, главное просто влиться в колею именно игровую. А то, что там 1-0 выиграть или 2-0 проиграть, мне кажется, вообще по барабану. Главное, чтобы они отработали там те схемы, тактику, физику набрали. Главное это. Ты же наблюдал сборы воочию? Ну, конечно. Это по-любому игровые связи. Им нужно просто прииграться, под нагрузками поиграть. Тем более, если есть новички, они тоже так же должны вливаться, начинать ощущать, где там партнер находится или вообще куда сразу отдавать. Ну, там опять же, что будет нарабатывать сам Абаскаль. Как бы понятное дело. А так, блин, на результаты вообще, мне кажется, смотреть не надо. Этих творняков, а эти турниры вообще абсолютно уж радоваться уж точно нечему. Как бы если там даже его возьмут, как бы это просто, знаешь, и серии, как мы сейчас пойдем, поиграем, кто выиграет, тот мороженое всем покупает, как бы, и все. На самом деле, вот я так смотрю, что люди, как бы, реально, кто понимает, что эти товарки, в принципе, как бы на них не нужно смотреть, они даже их не особо не смотрят. Ну, да, это неинтересно, на самом деле, не особо. То есть, это тренировка. Я включил сейчас очень хорошую функцию экрана в экране, когда есть. Работаешь спокойно, когда повышают голос, то можно посмотреть на экран, что происходит. Единственное, что голос не повышали. Ну, а у нас комментатор тут какой, тем более. Да, это уровень, короче. Но ты понимаешь, когда приглашают человека из медиа, все-таки есть какое-то ожидание, что он как-то разнообразит своим голосом, а он бы еще более невнятный был. Да нет, да нет, у нас просто футбол, как бы, я сейчас не кого-то именно хочу затронуть, но у нас вообще в России футбол комментировать как бы нету вот этой культуры. Может быть, она была там в Советском Союзе, но вот в нынешней России просто нет. Потому что вот сперва рассказывал коллеге, что ехал и слушал финал чемпионата мира в машине, так довелось, чтобы по телевизору не удалось посмотреть. Вот я ничего не понимал, что происходило на поле. То есть были какие-то разговоры обо всем и ни о чем, но кроме чем о том, что происходит действительно на поле. Кто кому отдал пас, кто куда забежал, кто ударил, кто пробил и так далее. Вообще ничего не понятно. Вот футбол у нас надо только смотреть. Слушать его у нас невозможно. Да, там тебе про баранов расскажут. Да, там можно, да, могут рассказать, какая машина у футболиста, или в какие рестораны он ходит, или еще какую-нибудь дребедень как бы послушать. Потом в Википедию тебе перечитают. Ну, не более, да. А в футболе ты там ничего не услышишь, а вот в текущем матче ты ничего не узнаешь. Ну, это, знаете, как интересно, как-то Карпин, Валерий Георгиевич, на пресс-конференции на одной сказал, что типа уровень спортивной журналистики в России настолько низкий, он говорит, я работал в Испании, ты приходишь на пресс-конференцию, у тебя журналисты начинают спрашивать об игре. Наши журналисты спрашивают о всем, чем угодно. Кто какая подруга, где ты тусил, с кем курил колец, кем бухал. Какая у тебя пиджа, какая куртка. Ну, если помните, чемпионский сезон, в начале, когда Карреру утвердили, он же первые там сколько-то матчей был в спортивном костюме, в простом. Так извини, на каждой пресс-конференции по несколько раз, причем задавался вопрос, когда же вы оденете костюм, или вы будете ходить вот в этом? Слушай, я так понимаю, что его за этот, он на презентацию пришел в красно-синем костюме. Ну, он такой, он не красно-синяй, он такой, типа, бордовый. Немножко в оттенках ЦСКА. Ну, как бы здесь вообще никакой связи с ЦСКА не было. И мне кажется, эта пресса вот эту вот тему раздувать пыталась. Не-не-не-не, у нас в чемпионском сезоне была экипировка бордового цвета, персонала бордового цвета. У игроков чуть-чуть покраснее немножко. И Каррера, соответственно, был вот в этом бордовом костюме. Бордовый коричневатый какой-то. И как бы все, наверное, ждали, тем более, что вот именно на презентации он был такой стильный и так далее. А тут он как бы ходит в этом спортивном костюме, а там Хугабос же спонсор был. И как бы, ну, он просто взял, пока ему этот костюм предоставят. Да, предоставят. И когда вот предоставили, как бы, даже когда он уже был в этом костюме, как бы еще матч или два, задавались вопросы, типа, а вы вернетесь одеть еще спортивный костюм? Или будете теперь только в этом ходить? Говорит, ребята, о чем мы разговариваем? Он себе вообще как бы так чисто один на один искал, типа, что за вообще? Да-да-да, а мы-то сидели всегда рядом, он так, знаешь, надо... Бля, что за вопрос? Ну, вот, да, Буратино и Роступидо. Типа того, да. Ну, ему нужно что поделать. Ну, соответственно, сами видели, что он сидел с улыбкой, как бы стерпеливо ко всему этому относился. Но потом, когда выходили из двери, блядь, что за бред? На хрен, а ты же еще обязан ходить на эти конференции после матча? Понятно. Потому что это еще Егоров за ним не бегал тогда. Ну, хорошо, что да. А мне кажется, там, может, кто-то из них бы не выдержал по-любому. Потому что только, ну, мы передаем привет, в общем, да. В целом, у тебя какие впечатления от сегодняшнего «Спартака»? Ну, имеется в виду не от сегодняшнего, а вот от «Спартака» там последнего полугода «Спартака» Абаскалья. Смотри, по осени мне довелось посетить где-то 5-6 матчей. Ну, 5 точно я посещал. Ну, в целом неплохо. Были матчи, где команда вроде проявляла себя задорно, где-то бежала. Там, да, вот даже с крыльями был такой матч, где одни забили, другие забили. Вроде бы «Спартак» продолжал бежать. Давил, как бы забивал и так далее. Ну, да, были и матчи, где не совсем фонтан. Ну, в целом, да, мне кажется, все-таки Абаскаль, судя по тому времени, когда он только пришел, да, и мнения, которые о нем были, как бы, да, что есть, типа, это никто, это ноунейм, он сейчас через два месяца уйдет, как только начнется чемпионат, как бы. Ну, вроде бы и то, что я слышу из интервью ребят, да, как бы, видимо, человек, ну, с достойной психологией, нашел, наверное, ключик к ребятам, как бы, и авторитет в команде, я так понимаю, у него хороший, поэтому, видимо, за счет каких-то вот других, может быть, подобранных ключиков, как бы, он выстраивает вот эти и сплоченность в коллективе, и, соответственно, за счет сплоченности также и проявляется, как бы, вот в результатах, то есть, да, игра есть, в принципе, что-то есть, понятно, еще много молодых игроков, если там брать, когда я работал в «Спартаке», как бы, состав был более насыщен, там, были ребята, как Фернандо, да, там, тот же Глушаков, который, наверное, выдал, там, чуть ли, может быть, не лучший сезон своей жизни, я не знаю, как, не следил за ним раньше, но, в целом, как бы, сезон его был, конечно, же, выдающийся. Золотую медаль взял в один раз в жизни. Плюс тот же Андрей Ещенко на правой бровке, там, боже мой, вот он пахал, 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 как бы его хрен остановишь было. Было много ребят, как бы, и про место тоже, но я сейчас не буду всех перечислять в том плане, а здесь, как бы, намного больше молодняка, да, тут же ребята где-то попадают на вот эти стадионы, под это давление, сами знаете, «Спартак» – это давление, 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 да, со стороны прессы, мнения болельщиков. Сейчас со стороны стадиона мало давления. Ну, жаль, кстати, обидно, потому что нет вот этого вот вперёд-вперёд, блин, жаль, конечно, вот, а так, как бы, ну, мне кажется, я желаю им удачи, как бы, и желаю, чтобы ребята оставались такими же сплочёнными в плане коллектива, и чтобы добивались, конечно же, если они добьются чего-то, я буду только рад. Как ты думаешь, вообще по силам, вот именно этому «Спартаку»? Да, слушай, ну, по силам всё, потом, сами знаете, что футбол – это такая штука, да, вот мячик, он сейчас так катится, а потом он свернул туда, потому что там травинка чуть повыше, а тут пониже, он уже поменял направление. По-разному бывает, но, мне кажется, всё возможно. Возможно всё, в принципе. Ну да, а что тут? Почему «Зенит» сейчас вдруг не может проиграть, там, сколько матчей осталось, допустим, из 10 матчей он не может проиграть 4-5, да всё может быть. Запросто. Да всё может быть. А «Спартак», может быть, наоборот, проиграет 1-2. Или там пару ничей. И всё, и всё, тогда всё... Как бы, посмотрите наш сезон, сколько выигранных матчей 1-0. По сути, там не было же 100 матчей по 8-5, 3-0 и так далее. 1-0, 1-0 шли, очень много матчей. Только, по-моему, самый первый тур, да, когда ещё тренером был Оленчев. Там вот я помню, что грохнули... Там 4-0, Арсенал. А потом со второго тура пришёл Массимо, я вообще не помню, были разгромы или нет? Вот когда мы прямо убивали. Ну, Терек. А Терек, да, вот Терек. Нет, подожди. Нет, Ахмат, который в 29-м туре. В конце, да, в конце чемпионата уже, да. Там мы победили в розном 1-0. А было ещё что-то? По-моему, нет. В чемпионском сезоне-то, по-моему... Разгромных не было. Не было. Вот разгромных не было. Вот 3-0 Ахмат. Не зря же говорят, да, что типа неважно, сколько там забили, 3 очка есть, всё. Да, главное, чтобы был один гол больше у тебя. Вот и всё. Да, и всё. Слушай, ну, давай ещё поговорим про ещё один Спартак, который не настолько успешен, про который... Хоккейный? Да, да. Я вижу, у тебя лицо прям поменялось. Да, я сходил вот на эту последнюю игру, когда... С Кульдунем? Нет, не с Кульдунем, предпоследнюю, значит. Когда играли в мегаспорте с торпедой Нижний Новгород. А, или 4-0? 4-0, да. Блин, ну, если честно, я не то, что как бы я хочу как-то тут расхваливать Нижний Новгород. Блин, мне вот понравилось, как они играют. Я хоть и в душе болельщик Спартака. Я смотрел, короче, они вот, это ларионовская торпеда, они очень грамотно шайбу делают. Мне очень жалко, что... Но это ещё на нашем фоне. Да. Не, мясо в хоккее прям... Иногда они выдают охеренные игры, на самом деле. Прям видно, что они... Вот, знаешь, как в футболе. Кураж пошёл, и они начинают. Блин, ну, вот в этот раз было не так. К сожалению, мы от плей-оффа... Ну, как? Не, ну, за плей-офф как раз борьба идёт. Но сейчас там Минск, да? Сейчас как раз домашняя серия небольшая. И эту серию надо брать. Если её не возьмём, там потом Динамо, Динамо и куча всего прочего. Мне повезло больше. Я на Спартак-Сочи сходил. Ну, ты хитрый просто. Ты пошёл на последнее место. Спартак-Сочи называется сам внизу. Ну, нет, нам просто выходной день было, поэтому удобно. Ну, это всё тем более, да. Сейчас следующий выходной день, там, я не помню, по-моему, уже в конце с Северсталью как раз будет. Да, верно, да. Ну, там, в феврале. Так что будет возможность как раз сходить. Посмотрим. Посмотрим борьбу. Я очень хочу, чтобы они пробились в плей-офф. Ну, просто это старая избитая тема. Мы сейчас попадаем в плей-офф. Если мы занимаем восьмое место, мы попадаем на первое место. Ну, это ЦСКА или СКА там. Слушай, с другой стороны, ну, смотри, на кого не попадём, по большому счёту. Что это то же самое Торпеда. Ты уже видел результат, что ЦСКА, что Локомотив, ну, с ним может быть посоперничать. Слушай, ну, вот я писал недавно пост в Телеграм-канале, что нет у хоккейного Спартака нормального хозяина. Нету просто. Ну, поэтому мы каждый год одно и то же. Как день сурка. Мы всё время с восьмого места или седьмого попадаем на первое-второе. Бац, всё, хлоп-топ и чек-аут. Да. Ну, что ж, пожелаем хоккейному Спартаку успехов. Хоккейный Спартак, да. Давайте как-то нажмите, если вы можете. Если кто смотрит нас, нажимайте, потому что, ну, хочется, чтобы повыше были. Да, хочется всё-таки любоваться игрой, а не страдать от плачевных результатов. Да. Ну, что ж, ребят, этот короткий новостной выпуск мы записали. Да. Вот. Я думаю, что вы узнали, кто такой Артём Фетисов. Да. Да, по-любому. Переводчик Массимо Каррера, и более подробно с ним мы поговорим обстоятельно про чемпионский сезон, про работу с Массимо в следующем выпуске. Да, и обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, заходите в наш Сеграм-канал, ссылка в описании. Там мы делимся своим взглядом на футбол, который играет Спартак, и на другие виды спорта. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить выпуск. Ну всё, всем пока. Красно-белый, красно-белый, красно-белый нас всегда.